Так Привет, привет, други мои Сейчас начнем Погнали Хорошее время не наступит никогда Жестко, да? Типа такой фатализм Почему? Такого не может быть Почему не наступит хорошее время? Сейчас у мужиков спрашиваю Так, мужики, что вы мою супругу-то гоняли? Что гоняли? Нет, жену мою сказали Езжай, мол, там что-то типа Да и вот здесь вот проезжай Я специально тут все ямки засыпал Так что не переживай, тут сейчас ровненько Есть, так и поедем Понял, да Ладно, спасибо Значит так, поехали дальше В прямом и переносном смысле Хорошее время не наступит никогда Почему? Опять же, на эту тему загляд Ну тут мне пишут люди Михаил Юрьевич, когда Где вам можно вопросы задать? В пятой-десятой? В эфирах, ребят В эфирах их надо задавать обязательно Потому что вот сейчас у меня есть время Для того, чтобы говорить Для того, чтобы отвечать на вопросы Даже отвечу на личные вопросы Здесь и сейчас Потому что для этого есть время В переписке, по почте На личные вопросы Если они не носят общий характер И не будут интересны всем Отвечать не буду, друзья Извините Если только Только если Это будет выглядеть совсем по-другому То есть Есть услуга такая, безусловно Но это уже услуга коммерческая Потому что я буду тратить время Свои профессиональные знания И так далее Если общий вопрос Общая тематика Которая всем будет интересна Я на эту тему Либо со статью напишу Либо вы Выносите В вопросе Предложение Записать подкаст На какую-нибудь интересную тему Так часто поступают И поэтому я часто начинаю В эфир Вот с какой-то темы Про которую заговорили Вот сейчас вот Такая тема будет эфира Что хорошее время Не наступит никогда Она тоже родилась Из вопроса Которые задают мне Миллиард раз Наверное задавали уже Отвечал я на него Но дело в том Что понимаете сами Что на ютубе в топе Что на фейсбуке Что везде Ответ имеет Срок жизни Он живет Пока он Вот свеж Потом он уходит Куда-то на нижней позиции В лентах Пятый-десятый И это теряется А люди не любят Тратить время на поиск Нет бы набрать там Шилов И первые пару слов Из своего вопроса Такие ключевые слова И наверняка найдете Потому что на многие вопросы Отвечено было Десять тысяч раз И вот сегодня тема Про то Про то время Которое то самое время Да Когда Та фраза Которую я люблю Постоянно цитировать И которая является Руководством К действию Непосредственно Для меня Нету времени Которое будет Своей хорошее Всегда Мы Докстраполируем Спроецируем Какие-то наши планы Всегда на будущее Наши планы Они потому И планы Что они На будущее Нет таких самых планов Которые В прошлом Те планы Которые остались В прошлом Они уже не являются Руководством К действию Не являются Даже планами Как таковыми Они являются Констатацией факта Что мы когда-то Планировали что-то Опять же на будущее И не более того Вот А люди Часто рассуждают Так В силу своей Склонности К индульгенции Что любые планы Не могут быть жесткими Но это действительно так Планы на то И планы Прошу прощения Только позавтрак Планы на то И планы Чтобы их Корректировать Менять И все То есть Не надо косным быть И в итоге заканчивается тем Что вот Лето Ну не наступает Лето Друзья Ну вот Ни хрена его нету Ну вот Лишь бы снег не выпал Мы думаем Да Если наступит ли лето Да Если снег не выпадет Вот такая шутка Сейчас уже ходит Да Как Что за грибы Блин 28 ядерных Кто знает Кто-то понимает Знаешь о чем я говорю Не наступает А люди Некоторые планировали Вот начнется лето И мы начнем Заниматься спортом Начнем бегать Кататься на велосипеде А лето не наступает И они говорят Ну мы-то не виноваты В чем наша вина Что не наступает лето Мы были готовы У нас был конкретный план Как наступит лето Потеплеет Мы начнем заниматься Лето не наступает Ну в общем Мы снимаем с себя Ответственность За то Что лето не наступает И поэтому И пока заниматься не будем Пока не станет Где тепло Все Понимаете Все Человек нашел оправдание Реально тому Чтобы ни хера не делать Вот это И это вот сейчас Мне прямо навалило вопрос Как быть Блин, ребят Это глупый вопрос Извините Кто Ну добежайтесь Пожалуйста Вы задали вопрос Да А я Вроде как отвечаю На ваши самые вопросы Вас же как обосрал Да получается Вы Придурки Кто Вот Так Сомстроит Это дело И Объективно То есть Это не способ Поскорбить вас Это констатация Вас В тот момент Не по жизни А в тот момент Когда вы Себе сказали Вот то Что я сказал вам сейчас Как вы Направдали себя То есть То что погода Плохая И поэтому Наши планы нарушены Да никак Они не нарушены Вот сегодня С утра Я специально записал Видео Как мы с семьей С утра Встаем И похеру на погоду То что накрапывает дождик Собираемся Идем Занимаемся спортом Бегаем с утра Все нормально Вот Потом возвращаемся домой Правильный полезный завтрак И вот сейчас я поехал На вторую тренировку Уже тренировка в клубе А мои уже сейчас уехали туда Ну клуб это клуб Понятно Ну Понимаете В клуб только потому поехали Что есть в городе дела Еще Если бы дел в городе не было Позанимались бы Либо в домашнем спортзале Либо позанимались бы Что скорее всего На улице На улице С петлями ТРХ На перекладине Если бы не было дождя Там и сам град Почему Реализуйте себя на улице Ребят В доме вы еще Насидеться Успеете У нас зима Девять месяцев В году Насидитесь вы дома В спортклубах Еще до херовой Тучи времени Вылезайте из своих Коконов На улице И похрену Что холодно Что вам надо Обязательно в футболке Что ли тренироваться Оденьтесь потеплее Да и все И не пытайтесь Выеживаться Спортивным красивым Костюмом Но если он есть Это хорошо Они отоделись Просто потеплее Да ватник Блин банально И идите на перекладину Занимайтесь Вы для кого-то Что ли занимаетесь Или для себя Я говорю Хорошее время Никогда не наступит Всегда будет в планах В перспективе Еще более Сколько удачное время Кто-то едет В отпуск Думая Беря с собой Смотрите Кроссовки беговые Ну договорясь Вот я поеду В отпуск Вот я там буду По берегу Море Или там океана Бегать в кроссовках Там 5-10 Приезжает туда А там оказывается Как во Вьетнаме С утра Пляж весь говном Засран Тех сам рыбаков Которые Только что вылезли Которые пораньше Встали чем вы И уже Там рыто рыбу Вытряхнули Всю на улицу Что называется И которые Потом Ну тот лиф смоет Только хрен знает когда Вот И они же Там вылезают Рыбу Перетряхают Водоросли вынимают И седят Прямо везде По берегу И вы бежите Среди куч говна Как бы Не наступить бы на него И говорите Блин Я не думал Что так будет Я же не виноват Ладно Приеду Буду заниматься дальше И вот так всегда В Таиланд Человек едет Заниматься Тайским боксом Никогда не занимался Ну ладно Первый раз Я начну прямо С экзотики Красиво приезжает А там жарко Блин Пипец Как незнамо 40 градусов Он идет Берет персональную тренировку А еще хуже Того подъезжается На общую Сдыхает Там в течение Первых 10 минут Там исходит потом Нахлестывается воды Ему льют на затылок Ледяную воду В итоге он Застужает себе ухо Там не знаю У него все болит У него сертишка бьется И он говорит Блин Это я Погорячился Сначала нужно Привести себя в форму Потом заниматься Ладно В этот раз Отдохну Просто так И в итоге Никогда у него Не получается ничего Ребят Планы Это планы А намерения Это намерения Знаете В чем самая разница Вот у вас есть план Потренироваться Вернее У вас есть Намерение Потренироваться Вы запланировали Себе потренироваться С утра Сходив Побегов На стадион И вдруг Лупанул такой дождь Что вы на стадион Пойти не можете Вот планы Вы можете Переиграть И вместо тренировки На стадионе Провести тренировку Дома Поджимавшись Покачав пресс И так далее А намерение свое Вы не ломаете У вас было намерение Потренироваться Вот реализуйте его То есть И никакого совершенно противоречие вы планы поменяли в соответствии с гибкостью собственной и там в угоду погоде условно говоря или вопреки наоборот ей вот а намерение свое не поменяли не меняйте намерение не обманывайте себя вот это вот разные совершенно подходы важно понимать намерение творит если вы ломаете намерение вы лошара всего то есть вы никчемный слабовольный малодушный человечешка если вы меняете намерение и не оправдывайте изменением планов изменения намерений если вы не в состоянии если вернее если вы ломаете свои намерения у вас нету инструмента самого главного в жизни чтобы достигать каких-то целей и вы можете на форумах стенать и завидовать всем людям которые добиваются с результата и надо говорить что они сидят на гормонах там или что-то еще делают ну не знаю у них такой план с помощью гормонов реализовать свое намерение есть такие которые делают это по-другому и над успевают хренову тучу дел вот у меня если честно сказать на форумах на разных на всяких почему меня и побанили очень часто везде все хреново туча завистников вообще те которые смотрят что я и там успеваю вися мы путешествую и работаю выпускаю видео курсы и делаю макевары провожу семинары и в оффлайне то у меня бизнес и и книги то я разно читаю член союза писателей и стихи то пишу и семьей то занимаюсь и с дочкой проектом корректура детская занимаюсь развиваю какие-то каналы постоянно записываю видеоролики много тренируюсь да блин у него времени вагон он просто гниза ребята у меня не времени столько сколько у вас 24 часа в сутки всего лишь столько ровно сколько у вас работы я вас уверяю больше чем у абсолютного большинства из вас вы думаете если вы ходите работать на дядю то я работая там у этого занимает больше времени я хочу сказать что свободный предприниматель работает по 20 часов в сутки так как я иначе он вообще ничего не заработает понимаете просто я могу я в силу того что я сам на себя работаю я могу построить свой день так как мне надо но это не освобождает меня тех дел которые приносят реальный доход и в итоге если посчитать обычный человек работает 8 часов из этих восьми он еще на работе ляса самоточит 4 часа лазя по соцсетям ходя пить кофе сам ебалакая со своими коллегами и тратя хреновую тучу на корпоративы сам времени я же работаю сам на себя у меня нету коллектива никакого большого ничего такого прочего если посчитать то я реально сутки работаю иногда по 8 по 10 часов что работа у меня разная на разнообразная потому что много проектов и многие из них я очень люблю и и делаю так как хобби так сделайте свою работу хобби а хобби работы и вашей жизни не будет ни одного рабочего дня и будете выкраивать во время для всего кстати когда я работал и руководил крупными предприятиями я руководил с многим предприятиям в которых работало больше тысячи человек крупными фабриками организациями отделами до этого с крупными руководил я находил время заниматься я доходил время заниматься даже на на работе во время перерыва никуда не выезжая а сейчас есть возможности для этого просто вагон те же самые петли ты и рыкс выкинули все в сумку у вас тренировочный зал в любом месте где эти петли можно перекинуть через что-то горизонтальное какие-то брусь и трубу через суку дерево вот я съеду фиговая туча деревьев вы комплексы не нужны вы стесняетесь то коллег своих да плевать на них сто раз если если они специально вводят вас смущение дурацкими вопросами говоря что зачем вы это делаете на хрена оно нужно значит это глупые коллеги а если ваши коллеги ничего против не имеют ваших самих занятий а вы со смущаетесь сами себя с перед ними то это глупы вы вот все все от глупости на самом деле любое любая смущение любое смущение хороших дел она проистекает только от с глупости человеческой либо ваш либо чужой но в в любой случае в любом случае от вашей больше потому что решение и конечные делать что-то или не делать принимаете именно вы в итоге понимаете что всегда по любому поводу можно найти причину почему то время которое сейчас у вас есть оно плохое то есть оно не то есть хорошее время никогда не наступает лучшее времени наступает никогда понимаете а время то уходит люди пытаются там убить время некоторые Но не люди убивают время, а время людей Понимаете, вот это важно Оно уходит, и все И назад не возвращается Если вы прощелкали что-то, все Вы отдаляетесь от достижения своих целей Вы ломаете свое намерение Вот это вот очень важная тема, это надо понимать Обязательно, кто только что подсоединился к эфиру Пересмотрите с самого начала Это мощный мотивирующий ролик Для кого-то может демотивирующий Но это именно то, о чем надо говорить Надо говорить, а почему я говорю так об этом Бодро и резко сегодня Да в силу того, что На самом деле пришло Не знаю, с чем связано, с каким-то постом, наверное Или с каким-то видео Опять, такой наплыв Вопросов А по поводу моей личной жизни Как успеваю я все И почему Я пишу вот об этом всем Потому что мне везет по жизни Я везунчик такой, что у меня до хрена Свободного времени Вот сейчас выходной Я живу в доме, ребята В частном Ну коттедж у меня Слука у меня нет никаких У меня и прислуги вообще никакой Мы живем в своей семье и все Вы знаете, что такое жить в большом коттедже Не в домике деревенском, частном Где люди настолько привыкли К определенному роду ведения хозяйства И к определенной культуре грязи все-таки Когда в обуви проходится на кухню Потом, которая покрыта линолеумом Старым драном, который просто тряпочкой протер и все А когда вы живете в доме, в котором все чики-пики Все красиво То есть вы заходите Это реально красивый дом В котором современные хорошие мебель Современные хорошие полы Ремонт Все такое проще И вам надо из Вернее, с улицы прийти чистым Поддерживать порядок Вытирать пыль там И все такое проще В доме должен быть порядок и красота Есть постоянно дела, которые надо делать А в доме постоянно что-то ломается Такого не бывает И нету коммунальных сослужб Чтобы вызвать следствия из ЖЭКа И сделать Есть какие-то периодические работы Как откачка канализации Прочистка различных систем Которые регулярно идут И пятое-десятое Есть целые приусадебные хозяйства На котором надо и газоны покосить И за овощами поухаживать И оградки поправить И что-то покрасить Что-то еще И это все делается На выходные в том числе И в будние дни Вот еще дела-то, которые есть Да кому-то хватило бы Только того, чтобы заниматься только этим И он бы считал бы, что работу делает Понимаете? Некоторые люди даже нанимают Специально рабочих Которые на целом рабочем дне сидят Для того, чтобы ухаживать За их вот таким вот хозяйством Мы делаем все сами И опять же и на это находится время И вот тем не менее Сейчас на выходных Надо бы позаниматься делами домашними Которые я и буду делать А я еду еще и потренироваться Нахожу же я время У меня его столько Сколько у вас? Да Столько, сколько у вас Кстати, нужно еще просто Уметь правильно планировать Время таким образом Чтобы не гонять Предположим, если вы за городом живете В город 10 тысяч раз За буханкой хлеба, что называется Обязательно планируйте свои дела Таким образом, чтобы попадать В нужное время В нужное место Если мне, предположим, надо В городе сделать несколько дел Я подгадываю поток Когда у меня какое-то серьезное Периодическое дело Которым я там за неделю раз Мне надо или два Ездить в город И к этому выезду Я подгадываю все там остальное Чтобы заехать в магазины Купить какие-то вещи Там инструменты И пятый десятый Вот на этом На этих мелочах На этих вещах Происходит колоссальная Экономия времени Просто глобальная Глобальная И этим надо пользоваться Безусловно Вот Ну это что касается Относительно меня Да Вот таким вот образом Это можно поступать Так Ну так что Какую фразу я постоянно цитирую Какая фраза нравится мне Любое время Это то самое время Классная фраза Да Ее надо просто Так осмыслить Как осмысливаются Какие-то куаны То есть Если вы знаете Что вам нужно Что-то сделать То любое время Для хорошего Правильного дела Это то самое время Не надо ждать Понедельника Дня рождения Нового года Наступление лета Наступление полуночи Не знаю Каких-то Еще событий в жизни Дня рождения Ничего не надо ждать Начинайте с этой секунды Вы поняли Что вот это вот вам нужно Начинайте к этому Для этого делать все Прямо непосредственно Прямо в ту долю секунды Которая идет СМС сейчас Все Сразу И второе Оно проистекает Прямо из первого А я расскажу потом Откуда эти цитаты Это Если взяться за дело Безотлагательно Вот прямо немедленно Прямо сейчас То можно сделать его На удивление быстро Взяться за дело Безотлагательное За любое То можно сделать его На удивление быстро Поверьте Это железное правило Стопроцентное Люди чаще всего Откладывают Какое-нибудь Легкое дело До бесконечности В итоге Оно становится Для них Чуть ли не проблемой Они испытывают Дискомфорт Когда накапливают Огромное количество Мелких Несделанных дел Которые Если бы они Сделали бы Сразу бы Они бы испытали Комфорт От сделанного дела И дело Тоже было бы сделано То есть Не было бы проблем Уже никаких Вот две цитаты Две железные цитаты Которые работают Любое время Это то самое время И второе Если взяться за дело Безотлагательно То можно закончить Его на удивление Быстро Это взято Из книги Хагакуры Сокрытая В листве Которая написала В свое время Ямамото Цунетомо Написано было Черт не знает В какие Кудрявые века Японским самураям Вот А принимать Можно К руководству Прямо сейчас И действовать Вообще Многие Философские Концепты И Но Императивы Прививаемые В давние Времена Различными Философскими Доктринами Они актуальны И сейчас Потому что Человек на самом деле В плане Философской мысли В плане Императивов По развитию Личности Не продвинулся От древних веков Вообще Никуда Я привожу Постоянно Примеры Того же Сократа Аристотеля Платона Философов Древних Да Это Классика Философии Фактически Мы Пользуемся Всеми Достижениями Философской Мысли С того времени Дошедшие до нас Без изменений Ничего Кардинально Нового Кроме Развития Концепции И естествознания Не придумано В общем-то По сути Уже дальше Ни Кантом Ни Ниши Ни Кем-то Все Дальнейшее Развитие Все то Что придумано Ими Можно Логично Более-менее Вывести Из Сами Концептов Которые Были сделаны Ранее Человек Не развил Свои Интеллектуальные Смениспособности Именно В плане Абстрактного Мышления Там куда-то Очень сильно Далеко Фактически Вся эволюция Человека За последние Столетия Даже тысячелетия Направлено Только на Улучшение Его жизненного Комфорта А не на Развитие Мышления Люди стали Даже Глупее Наверное Чем были В те времена Когда не было Всех этих Гаджетов Вспомогательных Каких-то Механизмов Запоминания Расширения Памяти Когда человек Действительно Должен был Развивать Свой Интеллект И развивать Своё мышление Развивать Способности Умственные Только за счёт Того Что он Напрягал Свои Мозги Вот Реально Поэтому Современный Среднестатистический Человек Как бы не думал Что знает Много Знает Он очень Мало А учитывая То что На школьную Программу Забивают Сейчас По полной Программе То Развитие Конечно Слабоватенькое И в плане Интеллекта И в плане Знаний И в плане Всего Такого И прочего Вот Поэтому Ну ладно Это совсем Другая тема Но скорее всего Она очень Плотно Пересекается И с тем Что я говорю Поэтому Слабый человек Со слабой волей Со слабыми знаниями Одно от другого Очень сильно зависит Потому что Если человек Много знает У него Много желаний В плане Саморазвития В плане У него возникает Мотивация К дальнейшему Саморазвитию С помощью Самореализации И самосовершенствования И Зная О тех О препятствиях Которые Ждут его Зная О способах Достижения Цели Он Гораздо Правильнее Представляет Себе Достижение Целей И в итоге Он более Грамотно Строит Программу Достижения Целей И правильно Строит Мотивацию Для него Мотивация Это не просто Какие-то Хотелки Хочу того Хочу сего Это просто Желание Мечты Он Именно Строит Мотивацию Мотивацию Которую Превращает В строгие Планы В строгую Программу Достижения Действий Целей А для этого Понимаете Нужна Рассуждалка Хорошая Рассуждалка Хорошая Хороший Объем знаний Правильное Понимание Проблематики То есть Мозги Нужны Ребята Мозги Мне Нужны Мозги Как Как Зомби В фильмах Говорят Вот Поэтому Надо Развиваться Вот Слабость Воли Берется От Слабости Ума Это почти На сто Процентов Я Уверяю Что Это так И происходит Слабость Воли Берется Слабости Ума Развивайте Мозги И Будет нормально Все С головой Вернее С волей Прямая Зависимость Посмотрите На тех На того же Самого Стивена Хокинга Человек Который Мог бы Потерять Волю К сопротивлению И Достижению Цели Вообще Тотально Нафиг Почему Потому что Он вообще Бездвижен Он даже Говорить не может Из-за того Что он очень умный Он находит Волю К тому Чтобы постоянно Саморазвиваться И двигаться Дальше Понимаете Идею Вот Спасибо большое И развиваться Дальше Поэтому Так надо Поступать Развивайте Мозги Будет развиваться Воля Когда ребята Которые Интеллектуально Слабые Но целыми днями Болтаются На перекладни Говорят О том Что не хватает Воли На тренировку Ну Знаете Тут Очень Большая Дуальная Тема Может Это единственное На что Хватает Воли У них А в другой Сфере Воли Не хватает Это очень Часто Бывает Такое Вот Поэтому У них Мотивации Базируются Не на воле А иногда На самолюбовании Просто Они даже Не понимают А очень часто Даже Вообще Тотально Не понимают Для чего Они Сами Занимаются Они Занимаются Для того Чтобы Производить Впечатление На себя На противоположный Пол Чтобы заслужить Авторитет И уважение У таких же Как они Кто болтается На перекладине Понимаете Но они Совершенно Недвижимы Температивами Правильного Образа Жизни И Здоровья И сколько Бо они Не прикрывались Доктринами Того Что Это Как раз Здоровый Образ Жизни Зачастую Это Не так А почему А потому Что Посмотрим Как они Все Это Делают Очень Многие Делают Это На химозине Применяют Какие Препараты Загоняют Себя Неправильными Тренировками На Определенные Пиковые Формы С целью Достижения Вот Какого-то Результата В очень Короткий Временной Период Как это Поступают Предположим Те же Бодибилдеры Или Мэнсфизик И все Когда они За определенный Очень ограниченный Период Ведут В общем-то Нездоровый Образ Жизни Чтобы выйти На пиковую Сухую Форму Разве Можно Назвать Здоровым Питанием И здоровым Образом Жизни Безуглеводной Диеты Друзья Вы считаете Что это здоровый Образ жизни Безуглеводка Да это Больная Диета На самом деле Это больная Ведущая К Вреду Для здоровья Понимаете Питание должно Быть Сбалансированным Буч еще Куда не шло Потому что Там все нормально Там просто Раскачиваются Качели Но там углеводы Есть А вот когда Человек сажает Себя на одни Эти белки Не жрет углеводы И там Удаляет Из своего питания Много чего Всего А выходя на самый пик Еще там Применяет Диуретики Гоняет воду Сгоняет вес Туда Ребят Какое там Здоровье Может идти речь И потом они говорят Мы за здоровый Образ жизни Посмотрите У нас какие Мы красивые Да вы красивые Потому что Вы больные На самом деле Ребят Это стопудняк Надо быть Самыми красивыми Здоровыми Я вас уверяю Что это возможно Вот я целый год Я целый год В форме нахожусь Вот Я как пример приведу Это может прозвучить Это пафосно Вот я пример Я не гоняю Форму свою Ни туда Ни сюда Захочу конечно Подготовлюсь даже К соревнованиям На Мэнс Физик Если мне захочется Да не проблема Вот Причем я даже не буду Там уходить В какую-то тему На 3-4 месяца Я могу подготовиться За 3 недели Если надо будет Это чтобы не пострадать А если пострадать Можно и за 2 недели Прямо сухануться Конкретно И все В такой форме Потому что Постоянно нахожусь Чтобы это можно было Сделать быстро Но я то занимаюсь Не для этого Не для этих соревнований Мне которые пишут Давай Михаил Юрьевич Поучаствуйте Продемонстрируйте Нам хочется Получить дополнительную Мотивацию А я понимаю Что я не хочу На этих соревнованиях Участвовать Может быть Я такой Not Experience проведу Такой опыт Чтобы получить Его Может быть А может быть И нет Потому что Моя Как бы Это концепт основной Это действительно Здоровье Здоровье Здоровый образ жизни Вот К чему Стремиться нужно И при этом Можно иметь Хорошую Прекрасную форму А можно иметь Хорошую Прекрасную форму И отсутствие Со здоровья И просаженную печень И поджелудочную железу Убитые белками И наамино-кислотами почки И так далее И пятое и десятое Это я вот Как бы Про тему Все загоняю Все что-то общего С темой Что не наступит Никогда То самое время Да потому что Понимаете Мы разбиваем Всю нашу жизнь На какие-то Временные периоды Для достижения Каких-то конкретных целей И в итоге у нас время Оно дискретное Такое получается Я говорю И в эти мелкие куски Мы всегда Чего-то добиваемся И как правило Не добиваемся В той степени Которой хочется А потом наступает Новый этап И мы надеемся на него Что он будет лучше Предыдущего И это будет Как раз То самое время И это абсолютно Неправильный подход Вообще Тотально неправильный Вы поймите Что время Оно по сути В ваших мозгах Не должно подлежать Заквантованию И не должно подлежать Какой-то дискретности Не надо его делить Время Это ваша жизнь Вы можете разделить Собственную жизнь Сейчас я живу Сейчас не живу Сейчас живу похуже Потом живу Получше Это вот Полужизнь Это четверть жизнь Это вот настоящая жизнь А остальное время Вы не живете Понимаете У вас жизнь одна Вы ее живете Вот вы живете Сегодняшний день Вчерашний Это все одна жизнь А не то Что вы прожили один день Прожили другой Это как бы предполагает Что вы какой-то день Не живете Это все едино Так-так-так-так-так Так-так-так-так Приехали Вот Это все едино Это все одна жизнь И нельзя ее делить Поэтому не делите И не ждите того времени Когда настанет лучше И вы что-то будете добиваться Добивайтесь всего чего надо Прямо сейчас и немедленно Все Всем пока Салют Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому